всем привет дорогие друзья вы на канале sound lab и с вами андрей литвиненко сегодня третья часть я надеюсь заключительная по кассетной деке пионер модель сети с 420 сегодня мы с вами проверим на звук посмотрим как она записывает после всех профилактических мероприятий произведенных мною но в начале по такой вот небольшой традиции скажем так с прошлого раза такая установилась небольшая традиция свое видео я начну с того что покажу вам немножечко кассет которые совершенно случайно попали мне в мои лапы грубо говоря так вот в эту субботу я надеюсь что будет интересно вам посмотреть на эти экземпляры итак друзья что же попало в мои загребущие руки в эту субботу ну скажу так что в субботу я специально пошел прямо с таким желанием чтобы что-нибудь купить чтобы купить что-нибудь такое ненужное но и в результате нарвался на некоторое количество интересных кассет на на самое неинтересное из них это вот это тдк тдк просто она была в довольно неплохом состоянии поэтому я вот решил ее купить вот это вот тдк шичку вот остальные кассеты конечно намного интереснее только потому что они довольно старые они довольно старые ну давайте вот одну достану 73 год вот такая аква 120-минутная ну разве она не прекрасно единственное что у нее нету вот вкладыша своего заработает мой принтер может быть я печатаю какой-нибудь вкладыш почему какой-нибудь что я такое говорю родную фирменный вкладыш для это кассеты благо что это все можно найти в интернете все эти картинки вот такая вот кассетка . вот вот такой вот прикольный красивый цветной наборчик вот причем вот это вот это еще не все то количество которое ко мне попало это я вот выставил сюда чтобы вам показать значит аква 72 год была такая цветная серия несмотря на то что кассеты все разного цвета они все имеют один и тот же хронометраж ну в данном случае у меня 90 минутные кассеты попались вот вот такие вот желтенькие сожалению только вот одна в родной коробке 2 без коробки вот такие вот желтенькие да красивые аквы 72 год точно такие же только оранжевые точно такие же только оранжевые вот тоже 90 минутный пластик видите на коробках тоже в цвет самих кассет то есть пластик вкладыш все как бы в этом плане да вот и здесь тоже пластик должен был вот такого цвета быть но к сожалению этот цвет остался только здесь вот тут вот внутри коробки а здесь вот он выгорел и превратился в какой-то коричневый но тем не менее вот такие вот красивые красивые кассеты аква 72 года выпуска в общем то мне достались ну и еще пару кассет это наверное самые редкие кассеты которые можно было бы встретить тем более в краснодаре значит немецкие кассеты вот написано made in germany вот made in germany фирма перматон выпустила в семьдесят четвертом году специально к чемпионату мира по футболу который проходил в германии вот такие вот кассеты значит хронометраж был разный были 90 минутные но мне вот досталось две кассеты 60 минутных причем одна из них вообще просто вот в изумительном состоянии вот это который я держу это просто бомбежное состояние я считаю вот и лента кстати вот в них живая в этих вот некоторых лента конечно довольно сильно ушлепанным вот а вот в этих кассетах с мячиком видимо они были дороги прежнему хозяину и нос к ними обращался как-то более-менее аккуратно вот вторая кассета вот немножко имеет вот здесь вот такой дефект на стикере ну а в целом и вкладыши коробочки и все остальное все просто просто супер в общем вот такие вот кассеты интересные в эту субботу попались мне на глаза и теперь они у меня дома в моей коллекции вот а теперь мы переходим непосредственно к виновнику нашего торжества и так дорогие друзья вот он значит 420 пионер которые я тут ремонтировал приводил в порядок что могу сказать что значит сделано в принципе вы все видели на моих видео могу только подытожить что заменены были емкости в блоке питания в значит в цепях управления центральным процессором немного в предварительном усилителе воспроизведения вот и в принципе магитофон работает магитофон функционирует ну с вашего разрешения музыку я буду использовать ту которую youtube разрешает использовать в видеоряде чтобы проблем значит не возникало с авторскими правами воспроизводит магитофон хорошо очень хорошо воспроизводит сейчас мы еще с вами посмотрим как он будет записывать я надеюсь что все будет здорово две системы dolby он имеет у себя на борту dolby b и dolby c вот mpx фильтр систему flex frequency level expander что позволяет расширить искусственно диапазон 1000 герц и тем самым сделать значит звук более интересным более качественным особенно актуально для прослушивания старых кассет значит лента протяг весь перебран прижимной ролик новый пасек новый мотор разбирался полностью обслуживался и сейчас как бы к нареканий к лента протяжному механизму нету функция супер аутобле которая всех пионеров есть мы посмотрим как она работает и проверим в целом неплохой аппарат как я уже говорила что это рабочая лошадка такая из средней ценовой категории три головки сквозной канал что еще надо единственный еще недостаток который я могу как бы к этому все ко всему добавить это то что вы сами видели у него очень сильно нагреваются в блоке питания стабилизаторы которые выделяют очень много энергии теплого воздуха и благодаря тому что корпус полностью запакован то есть здесь нету нигде никаких вентиляционных отверстий через какое-то время аппарат начинает перегреваться и я уверен что положительным образом на его работоспособности это не сказывается никак поэтому когда у меня был 550 и я ему вот здесь сзади на задней стенке делал такие вот вентиляционные отверстия чтобы этот теплый воздух мог спокойно выходить ну и хозяину этого аппарата я также посоветую чтобы он сделал себе ну такие же отверстия вот чтобы этот теплый воздух выходил ну либо гонять эту деку долго в общем то она не получится так что вот такие вот дела ну давайте значит мы сейчас что сделаем мы сейчас сбросим счетчик заново значит его откалибруем вот здесь потухли вот эти вот значки я нажимаю супер от обле и у нас начинается калибровка под вот эту кассету под максов уе поехали старт без пошел без потом идет level и дальше идет эквалайзер вот он пишет что он уже готов он уже готов вот и давайте мы сделаем нажмем запись здесь загорается source мы запускаем запись и запускаем нашу фонограмму так так давайте посмотрим здесь переключимся посмотрим что у нас по уровню можно добавить немножко вот так вот да вот до нуля доход между прочим вот этот звук сейчас уже идет с ленты потому что пионеру на автоматом переключает сразу так теперь переключимся на большой дисплей давайте подтянем до нуля вот он монитор с учетом того что здесь нет никаких функций для подстройки мне кажется что качество записи очень даже приемлемо это у нас лента монитор можно даже сказать что пишет один в один на ленту первого типа вот когда есть есть Очень здорово, очень хорошо, мне нравится Давайте с Dolby попробуем Не, Dolby C мне меньше нравится чем Dolby B Я вообще все без Dolby записываю Вы знаете товарищи, я вам скажу Вообще супер Ну как бы для аппарата 30-летней давности Средней ценовой категории Я считаю, что результат очень-очень хороший Просто супер Особенно если ему еще скармливать ленты более-менее Они такие нормальные Не такие, как я покупаю По 10 рублей По 20 рублей Такие нормальные пленки ему В кассетоприемник опускать Я думаю, он вообще будет хорошо свою работу делать Дисплей Немножко выгорел Ну и сами вы помните Я показывал, что в режиме стендбай Аппарат всегда находится под напругой Грубо говоря И я рекомендую, естественно, его выключать Из розетки Из розетки Чтобы не провоцировать Дальнейшие, в общем-то, такие действия Негативные Ну вот, друзья, собственно говоря Больше мне и рассказывать И показывать-то нечего Все вы видели Все предыдущие мои действия Магитофон работает Все функции свои выполняет Все, работа проделана Теперь надо будет его упаковать Как следует в коробочку И отправить обратно хозяину Вот А всем зрителям моего канала Я могу сказать, что В ближайшее время Будет работа над Кассетной декой Sony TC-KE300 Вот После нее У меня, как минимум Еще два аппарата есть Про которые мне хотелось бы вам рассказать Так что, если вам интересно Подписывайтесь на мой канал Заходите, смотрите Что тут, как тут Вот Нравится Ставьте лайк Не нравится Значит дизлайки Вот Ну и все Буду прощаться с вами на этом Всех благ Удачи Увидимся еще На канале Soundlab Пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok